здравствуйте в эфире программа 8 вкусов я и ведущий александр лемон сегодня у нас гостях владимир михайлович новиков депутат государственной думы российской федерации что мы сегодня будем делать сегодня мы будем своим владимир михайлович изучать тонкое искусство готовки еды вместе с шеф-поваром ресторана кедровый дом дмитрий тимченко дмитрий что мы сегодня будем готовить сегодня у нас по плану стейк рибай так на гарнир к стыку рибая будет у нас кукуруза еще у нас будет салат с кино авокадо и соусом на сегодня место красивая такая хорошая кедровый дом даже чувствуете аромат кедра сразу понятно особенно после дождя да классно владимир михайлович но смотрите на самом деле я так подозреваю что дмитрий будучи шеф-поваром вряд ли нам доверить что-то серьезнее чем помогать ему александр и это хорошо это очень хорошо я буду очень благодарен давайте так договоримся дмитрий вы сегодня отвечаете за мясо жарите да а мы там что-то как-то помогаем вы нам задание какое-то дайте да мы уже начнем наверно туда мы сейчас вернемся к нашим салатом которые за нами находятся вот они всегда было интересно поставим на какой степени шеф-повар вообще доверяет своим подмастерьям что он может нам предложить вот вот сейчас у дмитрия спросим что же он подмастерьям сегодня предложено что здесь вообще такое расскажите на пожалуйста так здесь у нас из ингредиентов это получается черное киноа шпинат мини микрозелень и и наки таки жарить на и во фритюре у нас свежая авокадо и огурец зеленый все все из этого вам знакомо вот я огурец знаю но и авокадо когда кукуруза знаю кусок мяса тоже что такое киноа но кино это перуанская крупа то есть она растет в перу в мексике в перу и в южной америки по как часто дима как часто она применяется у нас это специи что нет это не спец это крупа на на самом деле в нашем регионе на не часто применяется но очень зря потому что она очень полезно вот в ней достаточно много всяких полезных элементов и очень похожи на ячку на нашу ячку поэтому давайте если мы вдруг забудем как называется эта штука если не против я буду говорить ячка хорошо я только за это киноа но если что ячка что мне авокадо и вам доверим авокадо а вам не хочет вам огурец я сказал что я огурец знаю авокадо я тоже видел знаю давайте начнем а как резать огурец как авокадо что нам с ними сделать так для начала я вам покажу как она открывается авокадо это все покажет принципе да вот красиво красиво работает все на пойдемте чай пока попьем на теперь есть небольшой лайфхак то есть без применения ложек мы пяточку ножа втыкаем в кость проворачиваем и все готово дмитрий понимаете вот по идее нам сейчас должны вынести второе авокадо мы должны сделать и что мы уже знаем что с ним делать и так послось с огурцом там но поскольку мы договорились что мы сегодня по-честному все выводят абсолютно поэтому буду показывать все какие-то не хочу давайте по-честному готовите вообще я не готовлю я могу готовить полуфабрикаты да честно прямо хорошо но могу яичницу конечно как любой мужчина может готовить вот на остальное к сожалению у меня не хватает времени вот но и я не профессионал в этом вопросе вот я как бы сказал это честно может быть кому-то это понравится кому-то нет но у меня есть любимые женщины которые мне приятно в этом помогают кормят меня очень вкусно вот поэтому как то вот так вы знаете вообще вы заметили что мы сегодня с вами процессе приготовления у нас такая сугубо мужская компания среди нас нет ни одной женщины почему потому что я лично глубоко убежден да простят меня женщины что вообще жарить мясо это сугубо мужская обязанность вот прерогатива я единственное что хочу добавить жарить мясо я люблю вот и шашлык когда мы выезжаем на природу дочка моя младшая говорит что папа вкуснее всех делает шашлык вот моей семье этого хватает в принципе для меня тоже я понимаю что мужское мужская жарко мясо мне приемлемо главное умение для мужчины это пожарить для дочки шашлык это точно я соглашусь не маршуля мне говорит папа ты самый лучший самый вкусный шашлык готовишь вообще как часто вам удается с семьей выехать и пожарить шашлык я с трудом представляю какое время находится да спасибо вот за такое понимание у меня немного бывает времени и если в прилет сюда в приморье мне удается один раз семьей в воскресный либо в субботний день выйти на дачу и шашлык сделать для них то это я считаю что это счастье и для меня и для моей семьи слушайте ну ничего что мы сегодня вас вырвали на пару часиков но дело важно дело нужно мы сегодня с вами узнаем о новый рецепт как знать может быть вы сегодня равно как я научимся у дмитрия жарить рыбай в следующий раз порадуем уже рыбаем вот ради этого вот ради этого я и согласился с вами вместе приготовить что-то очень вкусное вот чтобы дмитрий нам показал дим кстати как огурец резать так или его тоже на самом деле здесь абсолютно без разницы главное чтобы у нас получился кубик примерно где-то 05 на 05 а кубик поэтому кубиком ли а с авокадо такая же история с авокадо такая же история у меня вопрос извините я просто волнуюсь с мясо такой истории не получится там не будет выводить у нас мы не будем нарезать кубиком и его пожарим целым стейком и потом нарежем на слайс займемся пока дмитрий там занимается мясом нарезаем сушки вот такой халявной готовки конечно я еще ни разу не пробовал затем я когда собирался с вами на интервью у меня друзья попросили вам передать вопрос давайте спроси у владимир махача как кормят в депутатской столовке это врывается надо вы вообще любите там или вы предпочитаете какой-то ну и честно скажу всем нет я не совсем люблю там вот но кормят там сносно скажем так но по мне лучше я приду домой и приготовлю для себя вот ту пищу которая в полуфабрикатах вот я все-таки стараюсь эти полуфабрикаты покупать в качественном магазине у меня рядом с домом со служебной квартирой есть такой магазинчик и многие депутаты доходят покупают для себя полуфабрикаты и я так понимаю что так же как я они предпочитают дома домашняя еда то что на пельмешки варите обязательно могу вам сказать что в процессе приготовления пельменей вот для меня очень важно как приготовить бульон вот как ты его приготовишь какие специи туда положишь потом вот и сами пельмешки они подруг какими вкусными прям такими дом домашними почти работа сибирское трио люблю я уже там нашел себе вот из всего многообразия пельменей такое хорошее самое то вы знаете сейчас так вкусно рассказывали серьезные я прям мне кажется слышно было как я слюну глотаю давайте когда-нибудь однажды если вдруг у вас все-таки возникнет время свободное вы дадите мастер-класс по приготовлению пельмешек если вы меня еще хоть раз пригласите если те люди которые будут смотреть телевизор они скажут вот вы пригласили новикова вообще там ничего готовить не может что она может там рассказать но на самом деле я думаю понимаю что я не совсем из-за этого здесь а чтобы дима научил нас приготовить как раз стейк ну смотрите я сейчас понимаю самая главная тонкость вот то что я подметил приготовление стейка это стоять и смотреть на него потому что дмитрий сейчас очень каким-то определенным образом правильно стоит и смотрит на него уже пять минут мясо уже размороженное дадим но она у нас и не замораживается к нам она приходит свежие мясо это поэтому такой вкус такой вкусное мясо в кедровом доме поэтому она такой вот свежий а откуда мясо это с оренбурга это prime биф сразу чувствуется да россия россия наша причем вы заметили как дмитрий сказал она к нам сама приходит а где а где за а где забойный цех здесь я не видел его она уже приходит отругами запакованная поэтому и пойдет и не оренбург а воронеж а с воронежа с воронежа к нам люди воронеж славится славится владимир михалыч все знают ни для кого не секрет что вы уделяете время не только семье по возможности но и вообще молодежи мы все знаем что молодежь и к сожалению наверное больше времени вообще уделяю общественности чем семье и в этом есть наверно моя проблема поэтому думаю что мои близкие когда ним когда-нибудь мне об этом все вы скажут когда-нибудь но я думаю что еще надеюсь что еще очень не скоро потому что я надеюсь на пенсию еще не собираетесь да я еще молодой совсем вот я об говорю вам еще много работать и с молодежью и со старшим поколением не молодежью молодежью я уже более более 20 лет в активном диалоге и в активном взаимодействии причем как бы моя методика организации работы с молодежью не заставлять а постараться понять чего все-таки хочет молодежь какими и какими способами она хочет этого добиться если как бы пути и средства совпадают и способы они понятны и приемлемы для всех сторон то у нас получаются разные проекты во всяком случае до того момента как я перешел на работу в государственную думу будущий главой города я именно такую модель работы с молодежью и делал и потом она у меня и осталось вот я сейчас с огромным удовольствием с молодежью общаюсь вот и в оффлайне выясняю проблем все проблемы которые существуют либо какие-то недоговоренности онлайн это не та ситуация надо глаза смотреть да да ты тогда ты видишь и общение и обманывают тебя кто-то или нет вот как ты можешь довести будучи разовощёким юнцом я играл в квм и я помню вас в жюри вот это очень хорошее такое высказывание будучи разовощёким юнцом я вас может быть и тоже помню если вы не было много разовощёких юнцов то есть у нас то было человек там 300 500 это мы конечно спасибо спасибо огромное что помните для меня это тоже очень важно и приятно причем затем что интересно у меня вообще в артеме долгое время жила тетушка уже взрослая тетушка моя да это какой-то очередной из моих визитов я посещал на день шахтера приезжал периодически с детства просто не возили шахтера всегда здорово так огромные костры но я вам скажу что не только вас на день шахтера возят в артем потому что не готов сказать как на сегодняшний но наверное еще партизанск остался где день шахтера праздную традиционно и всем городом хотя артем уже давно перестал быть шахтерским моего гордо называем городом шахтерской славы день города мы совместили с днем шахтера и весь город празднует по разным локациям это это традиционно самый любимый праздник артемовцы я с детства помню вот эти роскошные гуляния костры в парке этот огромный шикарный парк во всех дворах почти костры горят в детстве это действительно так было а потом ввиду того что все таки было много очень деревянных домов причем они были там ветхие мы от костров ушли в микрорайонах делали централизованные костры вот и это всегда было очень хорошо и всегда жителями очень хорошо воспринимается так вот моя тетушка она запойно рассказывала мне о том как поддерживают пожилых людей в артеме и она говорила о программе активное долголетие с упоением она об этом рассказывала и в этот момент я вспомнил вас и подумал как же все таки вам удается одновременно поддерживать вести диалог и с молодежью и в то же время как-то вот интегрировать опять же в общение с молодежью же пожилое взрослое поколение спасибо за такой вопрос для меня кажется вот как раз этот вопрос кажется очень важным потому что всю свою работу я строил исходя из понимания того что именно этим двум возрастным категориям людей молодежи и взрослому населению нужна помощь поддержка и большее взаимопонимание уровней власти молодежи потому что они еще до конца не поняли что им нужно делать в жизни поэтому нужно дать им возможность определиться опять же говорю не усилиями а вот путем разговоров с ними и понимание что им нужно такой стартовый стартовый момент старту позицию вывести подвести а пожилому населению разные причины бывают многие остаются и одни вот многие болеют у многих какие-то недуги или какие-то другие проблемы отсутствие внимания со стороны там близких родственников разные ситуации поэтому им нужна помощь со стороны органов власти и как-то оно само собой вот так и получалось что у меня выставилось четкое понимание работы с этими возрастными категориями и я продолжаю так действовать давайте тогда мы с вами сейчас выложим на нарезанные вами овощи на гастомическую емкость здесь я сейчас беру сливочное масло растопленное с чесноком да вот намазываю им нашу кукурузу вот сейчас я ее посолю поперчу и вот вы могли заметить что крышка гриле уже закрыта да да только не заметил мясо там лежит или нет и лежит лежит мясо еще там лежит надо контролировать вот сейчас и проверим заболтаемся лежит хорошо уже к здорово уже почти готово там не пережарится мы как готовим с кровью или я думаю что медиум-медиум-рэр дима скажите пожалуйста а какие вот в основном предпочтения людей степени прожарки заказывают но в основном это медиум медиум стандартный медиум-медиум-рэр то есть такие вот кто-то даже умудряется заказать вэлдан но осуждать их не будем вообще я считаю что вэлдан это как бы но для такого мяса хорошего мраморного и вэлдан это издевательство словно говорил сейчас англических каких-то аглических слов скажите для нас вэлдан это самая конечная степень прожарки то есть самая сильная это уже подошва да это то есть уже высохшее мясо без сока без крови и видеть шеф-повар говорит это уже подошва одну то есть это уже оба все нельзя он бы если не стал а меня что там это медиум-рэр медиум-рэр да ну медиум-рэр это она уже как бы более готова то есть сок переходит из-за розоватого переходит в белое состояние да то есть прозрачный вообще говорят что с кровью на самом деле там нет крови до вся кровь выходит при разделке мяса там то что мы красновато видим это белок миоглобин вот и поэтому когда говорят что он с крови это немножечко неправильно но так уже повелось поэтому если вы хотите сказать если вот этот белок миоглобин есть то это не кровь и не из не страшно для нет конечно ну тем более что это как бы мраморная говядина их содержат в специальных помещениях и постоянно наблюдают за этой говядиной то есть прививают лечат ну поэтому ну это просто у них такое мясо просто у них так его можно так а дмитрий я кстати знаете что я слышал вот видите он тыкает мясо я слышал что можно как-то определять по да есть по нажатию этой подушечки вот как раз вот это вот у нас будет р-р первый палец это медиум р-р второй палец это медиум так это будет медиум вал это уже собственно волда и потом ты уже меряешь пульс но потом уже да потому что эту подошву невозможно логично совершенно мясо у нас в принципе уже подходит сейчас мы его положим фольгу чтобы она отдохнула мясо пока отдохнет понимаете она устала мясо нужно бережно потому что мясо это такой продукт надо пока не заворачивает мясо вы не хочу знаете как то я так пропустил мимо уши если честно когда я вас просил много ли вы времени проводите с семьей вы сказали когда прилетаю когда возможность есть встречаюсь редко мало к сожалению мало я правильно понимаю то есть вы работаете в западной части россии в москве вся семья приморья до конца семья здесь и забирали собачивание к и даже вопрос этот не оставился никогда и на семейном совете принципиально даже практически он не обсуждался потому что по времени получается что где-то 50 процентов времени я провожу на работе в москве в государственной думе и 50 процентов работаю здесь но когда прилетаю в регион абсолютное большинство времени это у меня поездки по своему избирательному округу общение с людьми вот решение в разных вопросов вот плюс ко всему ассоциация муниципальных образований приморского края где являюсь руководителем поэтому мне нужно полностью владеть ситуацией и вот из-за этого уходит что к сожалению к сожалению своей семье не сильно много времени мне удается выделять поделивать но тот факт что ваша семья осталась здесь на родине приморском крае я помогает я считаю что это абсолютно верно потому что я с еще с более огромным воодушевлением возвращаюсь сюда домой вот и но это правильно быстро да значит вот обнял своих близких вот и дети мои старшие дети вообще никогда не собирались уезжать из приморья они работают они работают в артеме саша во владивостоке вот ну а маленькая она в саде входит в артеме поэтому здесь я считаю что это абсолютно правильно так оно и должно быть и я по-другому не вижу организации процесса работы и жизни вот именно в как бы для себя на текущий момент вот возможно и будущем вы живы коренной приморец нет но но можно рассмотреть можно наверное правильно так и считать потому что из 54 лет своей жизни 52 года я живу на дальнем востоке включая пять лет на курильских островах вот и остальное время приморском крае я лишь около двух лет жил в городе тамбове вот до того момента как отец с мамой нас забрал на курилы вот и ну это наверное традиционная судьба семей детей офицеров военнослужащих поэтому я считаю себя коренным приморцем тот факт что вы много лет отдали службе по-другому это не назвать отдали службе родному городу артема сейчас бытность вашей деятельности депутатской это помогает какое-то преимущество перед теми кто не имел подобного рода руководство чувствуете конечно конечно помогает вот будучи столько лет руководителем города и уже более пяти лет руководителем ассоциации всех муниципальных образований конечно мне это помогает не только в защите интересов и отстаивать и интересов муниципалитетов на всех самых вышестоящих уровнях но и в понимании тех проблем которые существуют что необходимо нам предпринять на федеральном уровне чтобы защитить местное самоуправление самые близкие значит органы власти которые помогают населению на местах что нужно для развития городов районов поселений деревень это конечно мне помогает в по сравнению с теми людьми которые вообще не понимают то есть принципе можно сказать что я просто подытожил пока кукуруза доходит можно смело сказать что вам не пришлось заново узнавать все проблемы здесь существующие вы знаете я перед собой ставил такую задачу чтобы будучи профессионалом муниципального управления донести те проблемы которые существуют на местах на земле как мы говорим до тех людей которые до меня раньше принимали там решение которым может быть по разным причинам того что они не понимали что это такое или они думали что они там самые умные они там за нас могут все решить в москве нет я приходил с твердым с твердой уверенностью того что я буду продолжать все дела с местным самоуправлением кстати коллеги когда меня направляли главы муниципальных образований они не говорили михалыч мы хотим чтобы вот ваш опыт был полезен для нас там и вы осуществили эту связь я ее осуществляю я собираю проблемы те которые есть общие у муниципалитетов и значит передаю их на рассмотрение решения в различные министерства и они мне как бы свои ответы дают я уже до глав довожу вот в таком плане и работаю поэтому действительно мне моя работа очень сильно и помогала раньше и помогает сейчас паре михалыч ну что тут скажешь я знаю что сказать хочет сказать одно кукуруза кажется готова это уже пускай скажет нам дмитрий у нас уже готова сейчас мы выложим кукурузу и приступим мы берем доски наверное приступим к сбору салатов а потом даже счет этот киноа или как его сечка ячка вот как вы ячку сказали ячка ячка у нас уже готова поэтому и осталось только добавить салат и чё с ней мудрить не будем сегодня я почему кукуруза не начала взрываться как попкорн я ждал если честно что какой-то момент мы кукуруза которая идет для попкорна это совершенно другой сорт то есть это красная кукуруза который вот именно она имеет свойства взрывать а то есть если бы мы готовили красную кукурузу вот так то она бы взрывалась нет не думаю она взрывается только при определенных условиях это под давлением и при прижарке в масле поня могли бы дмитрий нас обмануть и оставить на вот эту детскую мечту о том что однажды мы будем жарить красную кукурузу и она будет взрываться к попкорн это было бы нормально отдать собирать салат что ли потому что выглядит все аппетитно я предлагаю убрать доски да я думаю что достаточно уже полежала там расслабилась так сказать расслабилась да сейчас проверим так для сборки салата так пусть нужно куда-нибудь пусть нет нам не подожди выкидывайте не выкидывайте я проращиваю да я буду собирать вам кость я прорастил кость авокадо и не одну правда именно авокадо и до дома у вас где-то растет да но вот такой вот росло росло потом правда сдохло но росло долго привить я хотел антоновку привить с этого наверно несовместимо было несовместимо да а товарищу дал пророщен и там растет так начинаем приступаем мы значит сбору салатов так салата здесь важен контроль мне кажется но я думаю что да да здесь очень важен контроль главное не переложить чтобы все ингредиенты хорошо сочетались умеренность наш девиз это точно как говорят дмитрий а эта порция на 1 часу готовить но вообще да 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 а что-то еще останется или просто вот как или это будет просто огромная такая бадья сейчас но это сейчас все складывается как что-то типа американского боула вот все это складывается в разливается соусом бомбушу это бурганс американский балл это у нас получается такая история берется рис и на него накладывается либо без риса накладываются различные ингредиенты которые относятся полезной кухне да то есть те же авокадо и овощи и так далее то что мы привыкли называть папа и правильным питанием вот ну и вот это и есть боу вообще у меня бабушка говорит эти эти депочки мне бабушка говорит полезно что в рот полезно а я пока пробовал сказали я сразу футбол за футбол футбол выехать футбол мы совсем сегодня это не поговорили про футбол футбол я люблю футбол этого же все к сожалению здесь когда я работал я занимался постоянно вот очень часто как минимум три раза в неделю вот и все знали это хорошо я даже чемпионом города помине футбола был в это по это просто реально да еще несколько там лет назад но москве к сожалению так часто мне удается потому что со временем здесь там действительно большие проблемы вот и причем пробки вечерние если после работы то ты не успевает полный футбол это дает полный футбол если потом приехать в час ночи после тренировки ну куда там там уже вставать пора уже обратно ехать по пробкам доме хочу но обзора уже было бы никогда не хочется дать вам с товарищами с коллегами с депутатами собраться получится взять мяч выйти во двор погонять мяч вот так и галстуки поснимать побегать босиком по траве но видите какая ситуация там во первых не очень немногие из депутатов могут играть футбол вот кому-то там это даже и противопоказано а вот здесь хочется когда ты приезжаешь да и если есть возможность хочется сходить со своими друзьями футбол поиграть хотя бы там дыр-дыр попинать мяч нормально мы когда последний раз меня щит пеналь здесь давно уже последний раз пенал в прошлом году ну ну во первых потому что все эти ограничения были да ну и во вторых я говорю что если есть сейчас какая-то минута времени я стараюсь все-таки уделить дочки маленькой семье побольше времени кстати об ограничениях как для вас вообще коронавирус на этот пандемический год прошел предыдущий нелегко вот были трагедии в моей семье вот всякие разные вопросы вот я достаточно активно занимался и организации помощи работы нашим медикам в приморском крае где-то старался если есть какие-то проблемы помочь и жителям на постоянной связи был вот помню мне даже как-то звонили из владивостока даже ночью когда я помогал чтобы скорая помощь в владивостоке нетранспортабельную женщину пожилую забрали чтобы его больницу при под подтвержденном к виде а это было самое самое еще начало этого заболевания еще там когда все ходили вот непонятно больше не понятно было что делать это был был целый целая эпопея целая эпопея да но тем не менее вот до 6 утра все-таки с часу ночи до 6 утра я смог организовать что эту женщину все-таки транспортировали вот и всякие разные моменты были но и много сам занимался по краю ездил волонтером и продукты развозил это это знаете это не как для какого-то там я понимаю чего-то это вот просто реально можем да это реально хотя мне там не там говорили да вот вы что-то в этом депутат государственной думы я человек во первых это значит это наши граждане это те люди которые сегодня нуждаются в помощи допустим по медикам проходил когда которые болеют да вот по домам там по жителям развозил им помощь и видел степени благодарности вместе с ребятами молодыми с девушками с волонтерами вот и у них спрашивал слушайте вы ну вот молодые вы не боитесь там вот что то есть гривене владимир михалыч мы нормально все поэтому я считаю что активно мы позанимались и будем еще заниматься потому что они не изучены это до конца болезнь вот но то что президент сказал надо прививки сделать обязательно потому что иначе мы коллективный иммунитет между совместно переболевшие привитые люди не сможем для нашей нации выработать она мы это очень нужно посмотрите что сейчас происходит в индии 350 тысяч в день я вообще даже не понимаю как можно справиться но они не справляются с такими не справляются все страны помогать пытаются но это это просто нереально поэтому с этой штукой нужно к этой штуке нужно очень серьезно подходить и еще работа в этом плане нам предстоит прививку делали а у меня пока и не пора еще до пока еще хватает антител антител после болезни но как только их количество минимизируется обязательно пойду сделаю прививку у меня отец а вот ему 75 лет скоро будет он сделал две прививки спутника да вот и вы знаете я как бы переживал ну как любой человек да как любой сына до по отношению ближайшим родственникам тем более возраст такого он вообще не поможет я вообще не почувствовал не первую да не было никаких не то чтобы нюансов даже вообще не было и после 2 никаких ощущений тоже не было поэтому дай бог чтобы у всех была такая стремление возможность сделать и возможность она есть сейчас у всех пожалуйста в любую больницу до которые по значит у нас в крае прописаны они делают эти прививки просто роли с паспорта пошли да 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 ой как неожиданно вот это он и есть шеф-повар когда когда мы с вами пришли за столом болтаем болтать да они раз они вот свое дело знают уже готова ячка ячка уже готова ячка готова да 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 В такой момент обычно как-то вот с замиранием сердца следишь, получается у нас меню. Хорошо, хорошо. Вот это я понимаю, да? Ну так, конечно. Вот так вообще должен выглядеть, на мой взгляд, нормальный, правильный обед. Овощи, кукуруза, кусок мяса. Все, нормальный обед. Ну, в принципе, это как у первобытного человека. Кусок мяса есть, какой-то там, что-то он с дерева сорвал. Да, что-то земли подобрал. Что-то обратно положил. Ну, красота. Дмитрий, ну вы волшебник, я аплодирую вам вот руками в перчатках. Спасибо. Молодец. Молодец. Хочу сказать, что вот в кедровом доме все люди, кто знает, из Приморского края сюда с большим удовольствием ездят, чтобы покушать именно мясо. Чего там греха таить? Если честно, я буду знать, кто его готовит. Если честно, я и сам бывает сюда приезжай просто мясо поесть. Из Владивостока. Вот, вот так вот прям сказал из Владивостока. Не, не, вы не поняли. Из Владивостока я приезжаю в Артем. Дяди так. Просто мясо поесть. Просто здесь нормальные люди работают, которые готовы всем жителям Приморья вкусно приготовить. Ну что, друзья, давайте пробовать. Если вы следили внимательно за происходящим, не только за нашей беседой, но и за теми действиями, которые совершал сегодня шеф-повар. Ну, наверное, если вы попробуете что-то подобное повторить в домашних условиях, не знаю, получится ли, наверное, хороший гриль нужен, да? Ну да, я думаю, что да. Нужен хороший гриль. Ну, как бы, костер никто дома разводить не будет, поэтому можно, в принципе, и духовкой обойтись. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, давайте пробовать. Давайте пробовать. Я уже кукурузу схватил. Ну, господа, за вас. Один за всех и... Мясо вкусное. Ммм, кукуруза огонь. Очень вкусное мясо. Тем более, это мясо почти свежее и мясо русского происхождения. На мой взгляд, это вообще важно, потому что надоело уже, знаете, что если хочешь качественного мяса, значит, жди какого-нибудь импортного. Да коль можно, да коль можно. Блэк Ангус, нет? Да. Блэк Ангус. Видите, я уже некоторые названия знаю, что у нас в России хороший Блэк Ангус растет. Ну, вот так вот. Поэтому вкусный, Дим, спасибо большое. Спасибо огромное. Друзья, приезжайте, пробуйте. Напомню, что шеф-повар ресторана «Кедровый дом» Дмитрий Тимченко сегодня рассказывал нам о том, как правильно готовить салат с киноа, авокадо, огурцом и там что-то еще, кукуруза и, конечно же, стейк-рибай. Ну и сегодня у нас в гостях был Владимир Михайлович Новиков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это была программа «8 вкусов» и я ведущий Александр Лемон. Друзья, до новых встреч. Мы что-нибудь интересное еще обязательно приготовим. Субтитры сделал DimaTorzok